На своих картинах Семен часто рисует маму. Для мальчика она супергерой. Сотрудники полиции охраняют город. Он и сам хочет следить за порядком. Но взрослые говорят, что ему нужно подрасти. Ну, хотел бы. Почему? Ну, за тем, чтобы город не ограбляли, чтобы не убивали его. Наталья Донцова пришла в полицию 16 лет назад. Сначала была инспектором по делам несовершеннолетних, затем участковым. Сейчас следит за исполнением административного законодательства. Она научилась разбираться в людях, ориентироваться в сложных ситуациях. В те времена, в 2003 год, да, наверное, мне кажется, в те времена вообще приходили фанаты только. Ну, потому что зарплаты были очень маленькие. Стимулировать нас как-то не стимулировали, да. Поэтому мы работали просто, ну, потому что любили, наверное, эту работу безумно. Сейчас у меня служба связана с более нормированным рабочим днем. А, наверное, до 2016 года, наверное, мы вообще не жили дома. Потому что я была участковым, работала на земле и работала инспектором. Ну, соответственно, все выходные, проходные и после работы оставались. Так, держись и вниз. Пробуй. Не тяжело? Нормально. Вот. Отлично. Для любого полицейского, как для супергероя, важна сила и ловкость. Малышне показывают спортивный зал. Здесь их папы занимаются, чтобы поддерживать физическую форму. Ловкие. Рты сильные. Полицейские – это гордый человек, который выполняет за обязанности преступников ловить. Или преступление раскрывать. В честь праздника дети стали участниками конкурса рисунков. Сегодня награждают лучших. А еще это возможность посмотреть на службу изнутри. Есть несколько поводов для праздника, говорит заместитель начальника полиции. Сегодня отдельные сотрудники получают очередное звание. Отдельные слова благодарности звучат для ветеранов. Несмотря на возраст, они еще в строю и готовы помогать новобранцам. Спасибо вам за тот опыт, который вы нам передаете. Надеюсь, что мы будем и есть являться вашими продолжателями, ваших традиций, которые вы здесь заложили. Самое основное – это, конечно же, служение своему народу. Помимо грамот, слов поздравлений сотрудникам внутренних дел подарили творческую программу. Музыкальные номера подготовили артисты Дома культуры молодости.